Вторые поправки в бюджет, растущие доходы и расходы меняют основные параметры окружной казны. В выходной у родителей, самостоятельная жизнь у детей, сотрудники полиции и социальных служб совершили очередной рейд по неблагополучным семьям. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В бюджет Нинецкого округа на 2017 год готовят вторые поправки. Согласно законопроекту, представленному на Комиссии по бюджету окружного собрания, доходы увеличиваются на 3,2%, расходы на 10,1%. Изменения связаны с налоговыми поступлениями от недропользователей, отчислениями из федерального бюджета и увеличением бюджетных ассигнований на реализацию четырех государственных программ. Окрепнувший по отношению к доллару российский рубль дал право окружным финансистам скорректировать доходы от недропользователей. В частности, ожидаемый объём поступлений от реализации соглашения о разделе продукции по проекту «Хорягинское месторождение» установлен на уровне 343 миллиона 850 тысяч рублей. Это на 8 миллионов 842 тысяч и больше, чем было запланировано в первоначальной версии бюджета. Увеличиваются поступления из федерального бюджета. Необходимость изменения в законе 294 года 26 декабря вызвана прежде всего тем, что необходимость включения дохода и расхода окружного бюджета сигнований за счёт межбюджетных консертов из федерального бюджета. Если первоначально у нас было включено 315 миллионов федеральных средств, то сейчас общая сумма составляет 880 миллионов 960 тысяч рублей. В целом сумма доходов, согласно законопроекту, изменится на 391 миллион 832 тысячи рублей или на 3,2%. Увеличение расходов запланировано в сумме 1 миллиард 303 миллиона рублей или на 10,1%. Соответственно, уровень дефицита возрастает на 113%. Департамент финансов и экономики предлагает финансировать дефицит, в том числе за счёт выпуска ценных бумаг. В данном случае мы выполняем поручение президента Российской Федерации 4 января 2017 года, в котором поручено использовать государственные ценные бумаги региональные. Что касается расходов, наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в суммовом выражении предусмотрено на реализацию четырёх государственных программ. Так будут увеличены расходы на долевое участие в строительстве жилых помещений и образовательных учреждений за счёт средств федерального бюджета. По программе ЖКХ средства увеличены на сумму 112 миллионов рублей, которые направят на поддержку муниципальных программ формирования городской среды. На 87 миллионов 825 тысяч рублей увеличивается поддержка сельхозпроизводителей. Средства пойдут на предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений, а также на погашение кредиторской задолженности по субсидиям на производство хлеба и его доставки в сельские населённые пункты. Также будут выделены средства на погашение кредиторской задолженности. В данных поправках учтено просроченное кредиторское задолженность к департаменту образования, по департаменту здравоохранения, по их заявке, на сегодняшний момент по департаменту агропромышленного комплекса, кредиторка, по департаменту строительства. Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в параметры окружного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал Север. Соблюдают ли родители свои прямые обязанности, в каких условиях проживают их дети и как проводят досуг? Всё это представители окружной полиции и социальные педагоги попытались выяснить в ходе совместного рейда по семьям, находящимся в социально опасном положении или состоящих на учёте по делам несовершеннолетних. Репортаж Ирины Нижаловой. В рейд по неблагополучным семьям наша съёмочная группа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и начальником отдела ОПДН отправилась пятничным вечером. В одном из домов конец рабочей недели уже отметили. На столе бутылка из-под пива и бокалы. На диване спит молодая женщина, а на полу друг её сожителя. Сам мужчина к моменту нашего приезда куда-то ушёл. Накануне, изрядно выпив, он начал дебоширить, поэтому его мама позвонила в полицию. Поскольку в квартире находится несовершеннолетний ребёнок, то на вызов приехали и представители отдела ОПДН. Показывать ребёнка мы не будем по множеству причин. В соседней комнате находится бабушка с дедушкой, они-то и присматривают за внучкой. Кто знает, что могло бы произойти с ребёнком, если бы их в этот момент не было рядом. Теперь родители девочки возьмут на особый контроль. На сегодняшний день в отделе по делам несовершеннолетних состоит 17 семей, в которых родители употребляют алкогольную продукцию. И также на территории муниципального района городской округ город Нарьенмар состоит 15 семей, находящихся в социально опасном положении. Сегодня в ходе рейда нами была выявлена одна семья, где родители находились в состоянии алкогольного опьянения. К данным родителям будут приняты мир административного воздействия. По дороге к следующему адресату мы посетили несколько мест, в которых чаще всего собираются подростки. Кто-то из них курит, кто-то пробует алкоголь. На этот раз нам таких встретить не довелось. Ребята попались хорошие. И тем не менее, на всякий случай, с ними провели профилактическую беседу. Ещё одни ребята, которых мы увидели на своём пути – мальчишки, взрывающие петарды на крышах гаражей. Где взяли петарды, мальчики? Купили. Кто купил вам? Вот. Нет. Да, мы нам продали. А почему вы их на крыше взрываете? Я не знаю. А вы вообще в курсе, что можете упасть? Несовершеннолетним пиротехнические изделия запрещены. Хорошо. Вам нельзя, потому что… А почему нам продают? В каком магазине? Ну, там, в Лилии. В Лилии? Вы летите. Вы летите. Значит, мы вопросы будем задавать уже продавцам. Вам нельзя продавать и использовать пиротехнические изделия. Очень много было травм. Давай, поищи. Ну, сейчас поищу. Когда в руках взрываются пиротехнические изделия. Петарды, вот которыми вы взрываете. Едем дальше. Ещё к одной семье, состоящей на учёте. В квартиру нашу съёмочную группу не впустили. Но у комиссии по делам несовершеннолетних претензий к родителям не возникло. Взрослые и трезвые, дети накормленные. Возможно, отмечают участники рейда, семья встала на путь исправления. И в скором времени представители полиции и социальные педагоги забудут дорогу к их дому. А пока отправляемся к следующему адресату – многодетной маме, которая находится в сложном финансовом положении. Дома женщина не оказалась. Но её сосед заверил, что дети всегда при маме. Жалоб на семью у него нет. Дома? Нету. А когда двое дома? Они... Всего время были дома. С семьи и детьми? Да. Сидеть в четверо с ней, да? Да. А куда она ночевать приходит, кому, да? Ну, она... Так, там, на выходные она кому-то выезжает. Можно... Дети постояло с ней? Одни находятся в квартире, дети? Нет. Подобные рейды проводятся не только по городу и поселку искателей, но и во всех населённых пунктах округа. Там именно в эти дни, как в городе, проводятся аналогичные рейды теми составами, которые там есть в деревнях. То есть участковые, да? Да, участковые, главы администрации сельских поселений, учителя, родители. У нас рост по совершённым правонарушениям у несовершеннолетних в связи с употреблением алкогольной продукции, а также у родителей, которые употребляют алкогольную продукцию. В два раза у тех и у других в этом году, к сожалению. Ну, по сравнению с прошлым годом. Такая вот неутешительная статистика. Всего за этот вечер участники рейда проверили пять семей. В целом нареканий к ним не возникло, за исключением первой семьи, о которой мы рассказывали в начале сюжета. Как нам стало известно сегодня, родители маленькой девочки поставят на учёт, как семью находящуюся в социально опасном положении. Кто знает, возможно, пример этих горе-родителей станет уроком для других. В конце концов, неужели бутылка алкогольного напитка может быть дороже благополучия и жизни собственного ребёнка? Книги для развития и самовоспитания В Наринмаре презентовали губернаторскую библиотеку. В рамках проекта комплекты из 11 книг получат каждый населённый пункт региона. Актуальные ответы на социальные вопросы молодым педагогам рассказали о соцподдержке в округе. Воспоминания Дмитрия Лихачёва, Стив Джобс, Айзексона и один из лучших романов Джека Лондона. Вот неполный перечень книг, рекомендованных к прочтению главой региона Игорем Кошиным. Издание собрано в единый комплект, который получил название «Губернаторская библиотека». Презентация просветительского проекта состоялась в Наринмаре в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова. Книга будет интересна тем людям, которые, возможно, решили заняться бизнесом, но не могут найти поле. Чем заняться? Книги о бизнесе, добром и светлом, о том, как оставаться человеком, несмотря на все сюрпризы жизни. Шесть изданий разных авторов и тематик предлагаются к прочтению в первую очередь молодому поколению Ненецкого округа. Как сказал в приветственном слове от имени главы региона Илья Иванкин, проект «Губернаторская библиотека» призван увеличить расстояние между гаджетом и ребёнком и сблизить его с книгой. В своей библиотеке я отобрал книги, которые заставляли и заставляют двигаться вперёд лично меня. Часть из них я прочитал в детстве, часть совсем недавно. Библиотека «Живой организм». Буду рад получить ваши отзывы ВКонтакте и благодарен за популяризацию проекта на разных площадках. По словам ученика 11-го А-класса Дмитрия Курсевича, сегодня читающие и ценящие книгу школьники всё же есть. Например, сам он с удовольствием читает классику Достоевского, Шолохова, Булгакова, Диккенса и Хомингуэя. На выставке заинтересовался произведениями местных авторов и популярной литературой. «Слышал о книге «Сказка каменного города». Её только перелистывал, но тоже времени не хватало прочитать. Не слышал, конечно, о книге Стива Джобса, но после того, как её нам представили на этой презентации, то, конечно, желание есть прочитать эту книгу». Книги местных авторов можно найти во второй части губернаторской библиотеки. Это исследовательский труд об участии олено-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне «Оленная армия», повесть о необычных приключениях наринмарских школьников «Сказка каменного города». Три красочных издания проиллюстрированы ненецкой художницей Надеждой Вауческой. Уже сегодня все книги можно найти в каждой библиотеке и школе округа. «Мы уже разослали некоторые книги по сельским школам, передали книги в наши городские школы, будут переданы все книги в поселковые и сельские библиотеки. И в нашей библиотеке будут в каждом отделе эти книги, которые можно будет получить на дом и читать». Просветительский проект планируется продолжить. Библиотека будет пополняться новыми изданиями. О мерах социальной поддержки молодых специалистов образовательных учреждений шла речь на очередном заседании школы молодого педагога. Встреча прошла в Ненецком региональном центре развития образования. Участникам семинара рассказали об основных социальных гарантиях и дополнительных мерах соцподдержки, которые предоставляют молодым специалистам образовательных учреждений. Законодательная защита молодых специалистов образовательных организаций. Парламентский урок на эту тему для окружных педагогов проводит заместитель председателя окружного парламента Татьяна Бадьян. Вице-спикер рассказал об основных социальных гарантиях и дополнительных мерах соцподдержки молодых специалистов, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством. Одна из них – компенсация расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в сельской местности. По словам Татьяны Бадьян, в этом году размер выплаты составляет 1200 рублей. Еще одна мера социальной поддержки – компенсация расходов по найму жилого помещения. Она распространяется на тех молодых специалистов, которые еще не являются собственниками жилого помещения. По словам вице-спикера, чтобы не получить голословный отказ от работодателя, необходимо написать заявление. Услышать, что денег нет – это неправильно. Вы, пожалуйста, пишите письменное заявление. Вы знаете, что вам законодательное это все есть. Мы сейчас вам раздадим распечатки, чтобы они у вас были. И вы, пожалуйста, требуйте того, чтобы ваше право соблюдалось. Также для решения квартирного вопроса молодые специалисты могут встать в очередь на получение жилья по соц. найму. Кроме жилищных вопросов, молодых педагогов интересовали возможность устроить ребенка в детский сад без очереди, получение компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги для жителей города, увеличение размера льготного проезда к месту отдыха и обратно и другие вопросы. Встали на лыжи со всей Россией В Наринмаре прошла массовая гонка на лыжах. Во время соревнования жители округа сдали нормы ГТО и выявили лучших лыжников. Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в Денинском округе. Традиционный зимний забег считается одним из самых массовых спортивных мероприятий, проходящих в нашей стране. Северянам в этом году погода преподнесла настоящий подарок и на старт любители лыжных гонок вышли вместе со всей страной. К большому зимнему празднику присоединилась и наша съемочная группа. Вот 11 человек. А на 10? А на 10? Сейчас я вам тоже скажу. На 10-5. Пожалуйста, дверь закрывайте. К сожалению, я думаю, только елена. Ну, я пойду на 2 тогда. Участники лыжной гонки оценивают свои шансы на победу еще во время регистрации. В списках как имена известных окруженных лыжников, так и новичков. «Лыжня России» объединяет всех любителей этого самого популярного вида спорта. «Лыжня России» проводится уже в 30-й раз с 1982 года и всегда является большим зимним праздником, в котором принимают участие и любители, и профессионалы. В Денинском округе это соревнование проводится уже в 11-й раз, и сегодня в нем приняли участие более 300 человек. Забег прошел на лыжероллерной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко». Впервые за несколько лет жители Ненинского округа вышли на самый массовый лыжный старт страны в единый день проведения соревнований. Мы уже в третий раз являемся участниками именно всероссийского мероприятия. И впервые нам получается, что погода позволила провести именно в то время, когда стартует вся Россия. Ну, конечно, мы очень рады. Сегодня достаточно много участников, порядка 350 человек. Поэтому хочется пожелать всем получить удовольствие от хорошей погоды, от лыжни. Ну, просто чтобы занимались спортом и были здоровы все. Среди самых младших участников – воспитанники детских садов города. Им предстояло преодолеть дистанции от 500 до 2000 метров в зависимости от возраста. Для достижения хорошего результата они, как и взрослые, много тренируются. «Мы готовимся все на занятиях на улице. Также у нас есть лыжная секция в пятницу. Родители нам помогают, бегают на рыжно-роллерной трассе. Также многие дети ходят в секции спортивные лыжные. И вот результаты у нас неплохие. Самое главное – участие в лыжне России». Не упал и дошел до финиша первым юный спортсмен Даниил. Ему всего семь лет, и в этом году на лыжи он встал первый раз – за пару дней до соревнований. Он безупречно преодолел дистанцию в 500 метров и поделился секретом своего успеха. «Просто надо толкаться палками и сильно стараться». Старты проходят один за другим с разницей в две минуты. Детям разных возрастов предстояло преодолеть дистанции от 500 метров до 2 километров. Взрослые лыжники состязались на дистанциях 5 и 10 километров. Для школьников гонка – еще одна возможность сдать нормативы ГТО. Анина Абакшина выбрала, по ее словам, самую оптимальную дистанцию – 2 километра. За победой спортсменка не гонится. Говорит, главное – дойти до финиша и получить положительные эмоции. Ваша задача – стартануть и прийти к финишу. Не важно, какие. Первый раз вы идете. Но самое главное, чтобы вы дошли, чтобы вы прочувствовали все это. И тогда вы уже будете знать, можете вы бегать на лыжах или нет. А участвовать надо обязательно. Это же все российские. Вся Россия бежит. Значит, и мы должны тоже бегать. Как и любое соревнование, зимний забег проходит под пристальным вниманием судей. Критерий оценки 1. Главный критерий судейства. Как будете оценивать? Оценивается лучший результат. А те, кто хотел сдать нормы ГТО, у них по времени. Время будет у каждого участника обязательно. Первое, второе, третье место награждается. Для награждения будем определять. Призерам и победителям «Лыжни России» вручили грамоты Минспорта России, кубки и медали. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...